В основе легенды о Ван Гоге, которой человечество дурачит вот уже более века, лежит подлинный факт. Да, он занялся живописью, будучи уже зрелым человеком, и всего за 10 лет пробежал путь от начинающего художника до мастера, перевернувшего представление об изобразительном искусстве. Все это еще при жизни Ван Гога воспринималось как чудо, чудо, не имеющее реальных объяснений. В действительности же художник был скучным трудягой, и кроме странных психических припадков, кстати, появившихся у него незадолго до смерти, и самой этой смерти в результате попытки самоубийства, зацепиться мифотворцам было не за что. Главным творцом легенды о Ван Гоге стал немецкий галерист Юлиус Мейер Греффе. В 1893 году он приобрел картину уже умершего Ван Гога «Влюбленная пара». Купил и понял, что она обладает рыночным потенциалом, и решил пропиарить художника, на картину которого потратился. В научной монографии под названием «Винсент» Мейер Греффе представил публике святого безумца, рукой которого водил Бог. Гвоздем этой биографии стала история об отрезанном ухе и творческом безумии, которое вознесло маленького одинокого человека до высот гениальности. И что вы думаете? Картины Ван Гога стремительно стали расти в цене. К сожалению, почему-то не нашлось человека, который уличил бы автора этой биографии Ван Гога в подтасовке фактов. Настоящий Винсент Ван Гог имел мало общего со святым одиноким гениальным безумцем. В реальности это был довольно расчетливый и прагматичный человек. Он окончил престижную частную гимназию и свободно говорил и писал на трех языках. За Ван Гогом стояла большая и очень богатая семья, которая никогда не оставляла его без поддержки, хотя и была не в восторге от его экспериментов с красками. Об этом никто сейчас не вспоминает, но Ван Гог был профессиональным арт-дилером. Арт-дилером в крупнейшей европейской фирме Гупиль. До того, как взяться за краски, он сделал стремительную карьеру и стал настоящим экспертом в живописи. Вопреки легенде, арт-дилер Ван Гог не был гениальным дилетантом, вроде таких художников воскресного дня, как таможенник Руссо или кондуктор Перасмани. К систематическому изучению ремесла живописи 27-летний голландец приступил, имея за плечами не только фундаментальное знакомство с историей и теорией искусства, а также с практикой торговли этим искусством. Начал он с рисования по новейшим специальным учебникам, которые ему со всех концов Европы присылали дяди арт-дилеры. Руку Ван Гогу ставил его родственник, профессиональный художник Антон Мауве. Более того, Ван Гог даже поступил в Антверпенскую академию художеств, где проучился три месяца, пока не отправился в Париж. А туда новоиспеченного художника в 1886 году уговорил уехать его младший брат Теодор, тоже, кстати, арт-дилер. Он же посоветовал Ван Гогу поступить в частную студию Фернана Кармона, бывшую тогда кузницей кадров художников-экспериментаторов. Вот все это, как мне кажется, ставит жирный крест на мифе о Ван Гоге, как о гениальном самоучке. Более того, братья Ван Гоги заключили между собой соглашение. Тео в обмен на картины Винсента выплачивает ему 220 франков в месяц и обеспечивает кистями, холстами и красками самого лучшего качества. Кстати, именно благодаря этому картины Ван Гога, в отличие от работ Гагена и Тулуз-Латрека из-за безденежья, писавших на чем попало и чем попало, так хорошо сохранились и выглядят, словно их написали только что. На 220 франков в месяц тогда можно было вполне прилично жить. Денег Ван Гога хватало даже на приобретение коллекции японских гравюр. Все это не было простой благотворительностью. Братья составили амбициозный план – создать продаваемый рынок живописи постимпрессионистов, причем с Винсентом Ван Гогом, как одним из лидеров этого поколения. Братья Ван Гоги были реальными бизнесменами, которые хотели заработать. Краеугольный камень легенды о Ван Гоге – его безумие. Якобы только оно позволило ему заглянуть в такие глубины, которые недоступны простым смертным. Однако периоды депрессии, сопровождаемые припадками, похожими на эпилепсию, от которых он лечился в психиатрической клинике, начались у Ван Гога только в последние полтора года жизни. А виноват в этом, как считают врачи, богемный напиток Апсент, на который художник крепко подсел в Париже. Серьезным современным биографом Ван Гога также очень сомнительная, кажется, знаменитая история с ухом. Оказалось, что Ван Гог не мог отрезать себе ухо под корень. В этом случае он просто истек бы кровью, ведь помощь ему оказали только через 10 часов после инцидента. У него была отрезана только мочка, о чем сказано во врачебном заключении. Существует версия, что это произошло во время ссоры с приятелем, художником Гагеном. Искушенный в матросских драках Гаген полоснул Ван Гога по уху, и у того от всего пережитого случился нервный припадок. Позже, чтобы оправдать свое поведение, Гаген сочинил историю о том, что Ван Гог якобы в припадке безумия гонялся за ним с бритвы в руках, а потом покалечил сам себя. Даже картина «Комната в Орле», искривленное пространство, которое считали фиксацией безумного состояния Ван Гога, оказалась на удивление реалистичной. Были найдены планы дома, в котором художник жил в Орле, и оказалось, что стены и потолок, и его жилища действительно были скошенными. И никогда, никогда Ван Гог не писал картин при Луне со свечами, укрепленными на шляпе. Но творцы легенды всегда вольно обращались с фактами. Ван Гог выстрелил в себя 27 июля 1890 года. Незадолго до этого его выписали из клиники с заключением «Выздоровел». Сам факт того, что хозяин меблированных комнат в Овере, где Ван Гог жил в последние месяцы своей жизни, доверил ему револьвер для отпугивания ворон во время работы на этюдах, говорит о том, что художник вел себя абсолютно нормально. Сегодня врачи сходятся на том, что самоубийство произошло не во время припадка, а было результатом стечения внешних обстоятельств. Брат Тео женился, у него появился ребенок, и Винсента очень угнетала мысль, что брат будет заниматься только своей семьей, а не их планом покорения художественного мира. После рокового выстрела Ван Гог прожил еще два дня, был удивительно спокоен, стойко приносил страдания и скончался на руках у безутешного брата, который, кстати, умер спустя полгода. Ну а легенда о Ван Гоге не умирает. Она живет своей жизнью, порождая очередные фильмы, книги и спектакли о святом безумце Винсенте, не имеющем ничего общего с артдилером Ван Гогом, который взялся за краски, выполняя семейный бизнес-план. Так уж устроен человек, романтическая сказка для нас всегда привлекательнее прозы жизни.